Деревня наша располагалась на берегу озера Саров. Поэтому на берегу были сделаны окопы, и там прятались взрослые и дети. Вот меня мать схватила в охапку, так как мне было два с половиной месяца, и понесли в окоп туда. Там мы пересиживали бомбежки в основном. Нас забрали потом, меня и мать забрали, гестапо, не знаю, это была 11-я школа, город Витебск, и там в подвальном помещении держали длительное время. Так как я была еще, можно сказать, в пеленках, все, ни пеленок, ничего этого не было, то есть мокрые, мокрые, голодные находились в этом подвале. Когда мать почти была уже при смерти, не могли даже опознать. Во-первых, там били очень, били. Мать страшно били. Задавали ей вопросы, так как она особенно ответить про партизанское движение, которым уже состоял отец, не могла. Это был Проселинский район, она не могла. Но все равно били. Поэтому почти при смерти, рассказывают очевидцы, на телеге, вот мать и меня маленькую возили по деревням. Так как она была избитая, и лицо было, видно, черное, в синяках не было понятно, кто это. Возили по деревням. И вот в одной деревень опознали, что это Красочкина. Что это именно из семьи вот этих, из партизанской семьи. Ну, как бы сказать, я потом почти что осрепла. Но благодаря... Медсестра тоже ее звали Люба. Она где-то достала рыбьего жиру. Меня начали немножко отпаивать, и я немножко стала видеть. Держали меня в деревенской хате у бабушки, в деревне Синяны. За ширмой. Так как если на свет показать такого ребенка, сразу начинается плачь, потому что резали глаза. До конца войны я была у бабушки, и когда отец вернулся с фронта, он приехал меня уже забрать. А к этому времени в Витебске у нас уже был свой дом. Отец женились с матерью до 1939 году. Построили хату. Хата была занята другими людьми. Думали, что мы не вернемся. Но когда вернулись, освободили нам. И мы начали вместе с другими, которым негде было жить, начали жить в этом доме. Отец вскоре женился. У меня появилась уже вторая мачеха, но была очень добрая. Как бы, говорят, спасались. Мы, дети, сидели на печке. У нее свой был ребенок. Сидели на печке, и нам что-то давали есть. То клески. Собирали гнилую картошку, мерзлую по поле. Ходили, собирали. И потом из этой мороженой картошки блины пякли, драники, клески делали. Короче, выживали.